Пока играем не на Iron Man'е, но на Максималочке, знакомимся с игрой. Эта часть будет коротенькая, потому что начало трансляции уже за 9 часов после предыдущего стрима с демонологами. Поищите там 7 демонологов. Паневур, БСП, Тей. Что сегодня за день, говорит Варкас? Good data, и с чем я в раю? Ну, не знаю, где это место, но тут неплохо. Так, во-первых, подкрепление на подходе уже это настораживает. Маскировочки нет, как мы видим, да? Задача защитить конвой. Конвой, конвой. Кажется, да, нам сюда. Опа, тут мирные, с солдатом. Это те люди, которые... Понятно, мне нужно максимально быстро сюда добраться. Это повстанцы, плюс один мой солдат, отправленный к ним. И хорошо, кстати, что солдат здесь есть. То есть нужно двигаться довольно... Довольно быстро. Спасать пацанов. Лонгвор в двух словах. Если не смотрели, наткнулись на часть, во-первых, в первую посмотрите, потому что... Ну, потому что... Там представление классов, базовые вещи про изменения новой миссии, там, с проникновением. Вот. В частности, тоже сейчас одна из новых миссий, когда повстанцы, собирающие там материалы... Ой. А, то есть я могу здесь... Все ими ходить прям. Ничего себе. Нас реально много на этой миссии. Очень много. И, скорее всего, нужно соединяться. То есть все-таки идти друг к дружке навстречу. Я, правда, не знаю, насколько сильно мне стоит форсировать события, учитывая отсутствие маскировки. Наверное, здесь пока что все. Я на овервотче ставить не буду. А этими товарищами... Я не знаю, с какой стороны они будут валить. Ладно, поехали. Так, Поми у нас в качестве командира этой группы. Желательно все-таки хотя бы за полуукрытиями. Они, кстати, стали эффективнее полуукрытия здесь. Если в планах пройти какую-нибудь карту из Героев 3 наподобие Парагона. Нет. Нет, в ближайших планах такого нет. Сегодня брат рассказывал про интересные миссии в компании Третьих Героев. Ну, вот это вот аддона. W.O.G. Или... О, не помню. Вога или Вога. Не помню, в общем. Не играл я совсем в... Нет. Вот. Но... О, Фомбич, привет. Я вижу там... За Икском многие взялись. У тебя там какая-то вообще своя наркомания с этими скриптовыми подкрепами и там с привязкой к событиям, да. Я в Лингор не играл. Столько овервотчей. Я замучился. Опа, сразу. Кто такие? Змеи? Солдаты? Ой. Так, овервотч срабатывает один. Стрельба... Куда ты стреляешь? Господи! Это с повышенной точностью оружие, кстати. Еще овервотч. Хорошо, ребята, попадаем. Ну, что ж вы мажете там, ну... А, они по дроиду стреляют. Там, видимо, есть сейчас какой-то штраф. Хотя попал на четверочку. Две брони, два урона. Из дробоша, конечно же, Дмитрий Михайлов не попадет. Тут тоже мажут. Тоже все мажут. Ё-моё. Еще одна подкрепа. Два сектоида. Змея и солдат. Так, ну... Оп, и еще овервотч срабатывает. Тоже промах. Ну, ребята, мы так каши-то не сварим, ну... Тут подгорает кто-то. Короче. Надо разбирать... Разбираться с ними. Так, используем, во-первых... Пару гранат точно нужно дезориентирующих кинуть. Правда, здесь мы не накроем прям всех. К сектоиду выйти сзади не сможем. Надо было дальними, естественно, бежать на полную. Но кто же знал... Хотя, может быть, они бы сагрили еще пару паков. Это вполне вероятно. Тут у меня нормальный... Я не всеми стою за каверами. И это тоже проблема. Так, блокировка нам не нужна. Протокол защиты может сработать. В общем-то, да. То есть проще всего сражаться пока вот с этими товарищами. Во-первых, потому что тут сектоиды. И кучность вот этих вот двоих, по крайней мере, радует. Здесь, с другой стороны, есть машина, которая... Которая взрываться уже не будет, к сожалению. Этот полубитый... Ну, все, на самом деле, здоровые. Потому что я намазал. Намазал. Так, ну хорошо. Что у нас по вероятности? 2.57 у товарища, который с дебютом может... В принципе, да, давай. Хорошая вероятность. И у тебя это действие не будет требоваться. Единичку поставил непонятно кому. А дебют же еще с повышенной точностью. У него, кстати, бросок осколочной гранаты. То есть у него два действия. И осколочный он хорошо задевает вот эту вот двойку. Поехали. Ну и плюс он стоит за фулл кавером. Ему проще всего вообще... Им проще всего начинать действовать. Потому что двигаться не нужно. Так, тут тоже есть пара товарищей под полу кавером. Крепкий орешек Брюс Виллис. Тоже докидин, кстати, гренку. И, наверное, все-таки... Да, нужно, наверное, с гренки... Хотя у него сапресс еще есть. Это же у нас пулеметчик. Он может сапрессить... Сапрессить, причем... Причем целую группу, да? Но... Кучное подавление только по этим. Но здесь, наверное, лучше банально гранату кинуть. Или оставить. Гранату кинуть может еще кто-то другой. Шаг в тень. Выстрел из пистолета, который активирует маскировку в том случае, если уничтожить цель. В принципе, можно сейчас шаг в тень попробовать убить вот этого дроида. Да, 28, конечно, ты его убьешь. Есть еще напалмы. Еще можно, кстати, ракету кинуть. Еще можно выкуривание сделать. Тоже новая обилка у... Да, только у тебя рейнджа нет. А если ракета? Тоже ты стоишь таким образом. Хотя... Стоп. Если бы он третьего задевал, я бы, наверное, юзнул. Травьер. Давай слева, может, ты. Слева, может, кого-нибудь. Нет, очень неудачный ракетчик стоит. Крайне неудачно. Огнемет не достанет нормальным образом. Да, ему машинка мешает, которая перед ним стоит. Вот эта проблема. А ракета у нас как? Можем ли мы... Блайнд на дрон и фрезерект архамид? Да, да. Можно попробовать... Опа. Тут напрашивается, на самом деле, фулл кавер и выстрел из светошума. Потому что надо перезаряжаться. То есть, ты не можешь... Ну, можно перезарядиться и спрятаться. Но это не такое полезное действие, как, например, спрятаться и сделать светошум. Это осколочное. Алло. Вот, светошумовая закроет троих. Очень хорошо закрываем. Минус 25 в точности. И невозможность использовать обилки, что актуально для змеи. Потому что у меня кучность высокая здесь. И ядом, будь здоров, мочит. Хэвик. Хэвик, с одной стороны, может... Вот это вот двоится неплохо. Одного убьет. Может дерево снять. Давай попробуем, ладно. Гренейд. Правда, он... Против левых не под кавером стоит. Проблема. Так, один минус. У змеи 4 хита остается. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, а что в конце концов делать демаги? Может реально подойти, например, и выкурить их из... Рейндж-то хорошее выкуривание. Они дезориентированные еще. Они не смогут далеко убежать. Ладно, давай в любом случае тебе нужно вот так вот подойти. Посмотрим, что останется из обилок. А все остается. И ракета осталась, и выкуривание есть. Ну, мне вот этих вот товарищей месить. Тем более только по двоим. Ну, сейчас либо рокет закидывать. Мне не хочется просто именно их месить. Хотя, если ауешечку делать, то больше не по кому. Четверых ты, конечно же, не достанешь, да? Не заденешь. Ладно, давай стреляй, проверим, как рокет. Куда ты ль... Машина взрывается все-таки. Мы достали взрывом по змее. У нее остался один хит. Всего лишь... Надо, конечно, кого-нибудь справа привлечь и... Ну, Дмитрий Михайлов, например. У нее есть ран-н-ган с одной стороны. Тут вообще пацаны особо не угрожают. Сектоид. Сектоиды, кстати, тоже не такие. Они могут трупы поднимать, пропустить могут ход, на самом деле. Так что, может быть, действительно... А эти дезориентированы. Этот только оглушить сможет и со слабой вероятностью стрелять. Наверное, стоит все-таки сделать как-нибудь ран-н-ган и ворваться, убить, по крайней мере, змею. Только я фланг подставлю. Либо защиту кастовать, либо... Блин, нет, широкое подавление... Можно просто сопрессить его. Сопрессить дальнего сектоида, вот этого вот. Да, наверное, так лучше. Минус 30 точности еще сделаем. Соответственно... А, хэвик. Тут второй хэвик же у меня есть. У него есть морозный выстрел, кстати, снова гренка. Но ему... Что по вероятности? 47 слабенько. Сейчас, пойдите. Я сначала Дмитрием Михайловым попробую змею убить. Ран-н-ган пошел. Вот сюда прям к змее подходим, чтобы ее флангануть и с хорошей вероятностью убить. На него протоколы защиты лучше бы еще кинуть. Сто процентов точность. С дробаша прям никуда не уйдет. Давай. Хорош. Кажется, у Дмитрия Михайлова еще есть пассивочка, которая, если ты рядом стоишь, увеличивает вероятность промаха. Так, протоколы защиты пилим на Дмитрия Михайлового. Ну, потому что рядом все равно есть еще один сектоид. Протокол помощи пошел раз. Ну, и, наверное... Что, наверное? Надо к тому сектоиду как-то подходить. А, можно стрельнуть в 47. Неплохая вероятность. Вдруг убьет. Добьет этого упыряда. Хорошо. Хорошо. Кто-то остался, кроме этих лиммингов. Да, остался Жан-Клод Ван Дам. Вероятность попадания крайне мала, и этого, в принципе... А, фу... Это все? Да, вроде все остальные отстрелялись. Можно, кстати, ему устойчивую позицию сделать. Меткость и вероятность критического попадания при выстреле из выбранного оружия. Поехали. Так, стоит ли этими товарищами лезть вперед? Или не стоит? Могу ли я спулить пак? Да, ничего страшного. Убежали. Судя по всему, здесь просто... Просто подкрепы будут приходить периодически и все. Хотя, учитывая то, что я первый раз в этой миссии... Всякое может быть. Ладно, просто группы перемещаемся. Стараемся не разбегаться сильно друг от дружки. И все-таки оставляю я у этой группы Overwatch, потому что... Ну, потому что они... Все равно не добегут до тех в этот ход. А вот появиться кто-то может. Так, дезориентация у двоих справа. Оп, Overwatch. Побежал Сиктоит. А зачем он побежал? Мимо. Да как? Он был под сапрессом? А, он штраф-то не получил. Так, этим мажут. Да, он же вышел из-под сапресса. То есть, минус 30% нет у него штрафа. Он пострелял просто по... О-о-о-о. Критует, ребят. Критует по мне. Ну, с фланга, потому что. Ну, что с фланга. Так, ну, Дмитрий Михайлов практически очевидно забегает к этому товарищу. Или он может и к этому пройти, да? Да, давай лучше сюда. Вот! Это не фланг. Оглушение как... Блин. Я думал, что он может на эту клетку. А тут вот клетка, которой нет. То есть там вроде такой же кустик, как и здесь, например, да? Но нет, туда не можешь сходить. Беда. Да, 50 на 50. Да, тут хромажет, конечно. Кто тут попадет? Кто тут может попасть? Вообще, покажи мне этого человека. Так, здесь у нас типа повышенная точность, но она какая-то все равно не очень, не шибко высокая. Да, блин. Так, там змея на Overwatch сидит. Я бы этих двоих гренкой накрыл какой-нибудь. А, ты флангуешь вообще змею. Так, произведиться нужно. Давай. Хорошо стоим. 86. Оп! И, кстати, же отпускают. Вообще класс. Наблюдение сняли. Змею нейтрализовали. Ой, тут один хит остался. Тут один хит и красный туман, видимо, у него совсем все плохо. Может подлечиться, кстати. Может перезарядиться и подлечиться. Сектоиды мне сейчас дадут прикурить, судя по всему. Как-то избавляться. Слушайте, а если я уничтожу... Зарву автомобиль, я могу этого сектоида забрать, да? Могу же забрать с одной максимум двух гренок, правильно? Да, кабина вроде как взрывается, поэтому... Хотя мне не обязательно гренадерам кидать гренку эту, да? Не обязательно. Но тут лучше сопресс. Надо кого-то взять, кто кроме гранаты сделал, сейчас ничего не может. Да, поми далеко. Или поми может добежать? Нет, не увидит. Не увидит враг. Он врага. Увы, не увидит. Надо было, конечно, на полный ход. Ну, я же не знал, что тут никого нет. Я бы пришел... Если бы знал... Вовремя. Так, то есть мы взрываем, да? Мы взрываем. Поехали. Привет, кресолит. А что ты все еще синий? Ты же говорил, что... Как ты так? Хапачи стреляет. Да меня вроде на машину не должно рвануть. Машина вроде как загорелась, да, но не рванула. То есть туда нужна еще одна граната. Здесь можно на самом деле хэвиком подойти, но он не сможет убить. Он не сможет убить. Скорее всего, надо закидывать вторую гранату сюда. Задняя часть фургона вроде не взрывается, насколько я помню. Взрывается. Кровотечение. Сектойт умер. И мой товарищ. Все, паника пошла. Я не был уверен, что... Ну, в первом экс-чеме не взрывается задняя часть автомобиля, только кабина взрывается, поэтому... А это провал, конечно. Надо спасать товарища. Да и там Дмитрий Михайлов еще под ударом, на самом деле. У меня тут многие под ударом. Можно сделать стабилизацию. Можно сделать сначала гремлин. А, протокол помощи. Да. Давай, подойдем так, раз ты саппорт, не будем подставляться. Делаем стабилизацию. Наверное, светошум нужно влево кидать. Справа мы вроде как фланга сильно не подставляем. А вот слева, да, беда. Может, посопросим еще разок? Есть возможность посопросить? Так, вы у нас... Нет возможности посопросить. Можно заморозить его. Не тратить заморозку. Это надо проверить. Давайте проверим, как гранатка работает. Вроде он ход пропустит. Говорят, очень хорошая граната, полезная. Замерши. Фрозен. Так, и будем ли мы дезориентировать, обновлять дезориентацию правого товарища? По-хорошему надо. Потому что его сейчас отпустят. И хоть я тут под каверами, зачем мне лишний раз рисковать? И так уже... И так уже наполучал. Миша, какая-то приблизительно миссия по счету. Десятый, двенадцатый, как бы так. Да это начало самое. Ой, сверху прям под крепо. А я без овервочи. Капец, четыре человека. Причем два с пулеметами. Я без овервочи здесь стою. Дурак. Согрелись. А нет, овервочи есть. Это рядом с моими повстанцами. Минус пять. Ребята, давайте. Сразу одного минус нули. Они работают лучше офицеров. Уже минус один. Там, правда, паниковал один упырь. Это дезориентирован. Хрен, ты попадешь, конечно. Самое начало, это первая миссия. Да, ну, да. Просто это лонг-во, там как бы, кто-то замерзший. Ладно, Дмитрий Михайлов. Давай его сейчас нормально сделай все. Димка. Димочка. Сто и крит пятьдесят пять. На-на-на. Дим. Этого мало. Так, мы можем как-то приджойниться. Нет. В один ход мы не приджойнимся. Ну, никак просто. Клемминг нашим. Но помогать надо. Выходить во фланг надо. Так, тут есть у нас поми. У него есть светошум. Светошум ляжет, по крайней мере... А он на троих может лечь, кстати, да? Нет, на двоих, к сожалению. Как ни крути, только на двоих. Поми, кстати, может подойти даже к любому из них и тылануть. Например, обойтись, подойти сюда и вот этого забрать. Хотя с тыла мы можем забрать и леммингами. То есть, подходим, например, вот сюда, вот сюда вот и отстреливаем этого упыря. Причем, светошумов более чем достойно. Мы можем взорвать кабину, например, этого гарантированно убить. Но нужно две гранаты. У нас тут народу масса, четыре человека. Один в панике же, да? Получается, даже пять человек вместе с поми. То есть, ладно, это две гранаты остаются... Нет, ну на этого граната тратить, если он флангуется, Зачем? То есть, нужно светошум кидать, наверное, на двух оставшихся и этого пытаться с фланга отстреливать. Учитывая то, что они будут немобильные, они не попадут, скорее всего. И, короче, поехали. Раз. Тут должны справиться, пацаны. Поехали. 72%. Надо было мне вот таких бойцов брать сразу было в тему. Тут и второго мы флангуем. Сереж, давай, давай, аркадненько, аркадненько. Два выстрела, там дуплет можно сделать. Слушай, ему даже одного выстрела хватит. 5, 9, 6. Ну и крит еще. Слушай, давай не будешь выпендриваться. 10, 18. Бах! О-о-о! Хорош. Минус 2. Так, ну, этого мы, к сожалению, надо гранатами 2-0 закинуть просто, и все и не будет проблемы можно попробовать конечно одна гренка потом стрельнуть а если не попадет то добить ну вдруг попадет товарищ гранату на этого упыря тратить еще правильно зачем 20 процентов 31 попадешь dream team все нету пока был пока нет здесь мы не флангуем его нужно конечно выкурить но спасибо тебе тебе нужно защищать материал а не взрывать их а понятно 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 короче я одним об обойду 86 и 4 хита не убью но по крайней мере будет может огнеметчику на пожиму 37 а давай красиво хорош и остается один несчастный сектоид он правда заморожен все еще но мне кажется что на этом ходу он уже оттает так что я могу с ванга я его не обойду этим а вот саппортом обойду и я пойду попробую жан-клод ван дам попробую ну может и получится 94 процента 1 3 крит давай к ощущению что него армор повышается если он заморожен можно добить его гренкой но перед этим я бы я бы все-таки попробовал его и луга активировал премиум на ваш к нему пострелять а наблюдение же еще есть точно 27 процентов может и прокатить чудеса какие-то происходит осталось судя по всему 7 человек вот задача видите тут похоже похоже это изейшая миссия вообще можно материал тогда нарочно фармить тех местах где у тебя есть солдат ты всех на материалы и все и легко миссию выполняешь ну что здесь как бы достаточно просто все у тебя народу массы паника снега снята сейчас потихонечку идем на сближение как надо попутно конечно же перезаряжать не забываем про оберам мы уже почти добежали до нашей основной группы я чувствую что где-то может быть подвоха ожидаю по его но его нет пока пока нет подвоха ни фига себе огромная толпень там человек 9 пытаются пацаны пострелять на овере вроде кой хорошо сектой дострелили одного какая матрица идет ребят давайте давайте еще 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 хорошо дроида вырубили это все да здесь нужны гранаты ой народу сколько надо все накрывать это все или огнеметом жарить огнеметом их там ауешки вообще должны заходить благо хэвики рядышком ой как хорошо то можно так огнеметчик прямо в самой куче а чё ты нее нет ни по одному не достаешь слышь дерево мешает типа надо видимо зайти вот как-то вот сбоку потому что реально мешает дерево тебе нужно сделать конус выстроить конус чтобы вот этих вот раз два три 4 5 может быть 6 то есть вот так встаешь да и совсем лучше может вот так вот подойти ты сможешь высунуться и пострелять так еще разок как она там а если выкуривание то дерево мешает от реально дерево мешает а я еще не достаю так далее хотя вот до этого достаю на не показывается он давайте с огнеметом чуть позже перезарядочкой здесь дуплет во флангового сектоида давай а это дебют дуплет только ближнего надо пилеты всего лишь 50 процентов давай дебютом тогда 80 процентов в конце концов хорошо если есть граната минус не дерево и жги кстати да можно хэвиком под почистить немножечко почистить одна проблема хэвики далеко и моё не достанут хотя вот отсюда можно достать я не хочу просто выходить прям на на дорогу мало ли что за один ход не убьем снимем дерево по троим тем более пап тут фомби чарит поехали по трем грэнг грэнка пошла дерево стоит так еще один гренадер есть там такая толпа да ладно один раз живем давай без кавера надо просто задевать как можно больше количества людей там глядишь машина рванет этих секс этого секто и до одного взорвем давай так по трём грэнка минус один гарантированно должен быть и возможно от взрыва машины справа мой умрет еще ну горит же машина нет нет вроде не получилось так что же здесь делать там да чертово дерево может еще кто гранаты может помочь тут серьезе с двумя выстрелами но их лучше на добивание оставить на самом деле и не факт что надо сжечь сначала давай сначала сжечь подойдем там как как тебе кажется правильным мы этим не заденем так не факт что поможет ладно давай аркать просто просто без каверов зачем да что за только двоих вам все равно задевает а я могу шаг в тень сделать например добить любого из например вот этого добить я уйду в тень да какая в тень ты что там люди если выкуривание то сколько народа заберу и урон еще один пять то есть этого я добью и этого могу задеть во вот так хорошо двух убьем и третьего выкурим давай выкуриваем минус один минус два и этого выкуриваем да он отошел кстати под а у ешечку отошел еще гранату какую-нибудь туда нужно засандалить здесь подходим брюсом вы лесом как можно ближе что мы видим вероятность крайне мало я бы попробовал хотя бы тогда у этого 3 может быть 4 хита снимем 3 хита набивать надо добивать без ориентации по своим ты попасть не можешь нормально ладно поме давай что ты можешь вероятность крайне мало лемминги докинут племминги на то и лемминги что надо бежать вперед и не думать о последствиях вот а это святошум вот этих вот двоих я думаю надо леммингом убирать раз надо было больше овервочи правда сикто это все еще живет а машина отказывается взрываться еще один лемминг 2 еще один лемминг 3 просто их подводим для начала у всех гранаты все полезные все молодцы дмитрий михайлов с ранган только может что-то сделать подожди пока надо вот здесь разобраться есть святошумовая справа три человека меня настораживают очень настораживают я до них леммингами не докидываю обычные гренки здесь пострелять не могу тут пострелять могу 63 давай раз красавцы они попадают при 63 они критуют так ты у нас дробаша маловероятно да ну тогда тебе как раз гранат кидать дизориентацию вот на этих троих потенциально опасных работаем хорошо точно снизили поме оставляем напоследок тут либо все девять 63 вот этого можно дезориентировать он слабенький на самом деле наверно лучше стрелять опять же скритом давай промахнулся раз так а поме что поме дебютом 1 63 да ё-моё серёжа ну ты чего ну у него остается возможность кинуть гранатку надеюсь на троечку тут ничего не могу кроме светошума все сходится патронов нет дальше не достаем остается 3 дезориентированных раненых чувака еще не факт что все доживут до конца а у меня двое всего осталось до 24 протокол протокол защиты надо наверное кинуть протокол помощь только вопрос ну кого скорее всего на димагу надо он там флангуется и самый гуще находится протокол помощи дмитрий михайлов ну никак не может помочь даже с рангану с дробаша с такой дистанции не попадет смотрим что делают для элены двое раненых все дезориентированные овервотч отличный выбор мажет и ваш последний ход по леммингу ха изи миссия просто изи неудачное укрытие он выбрал не выбора нет мы его фланганули а он дезориентирован у него ходов мало он за первое попавшееся препятствие стал а забыл про овервотч вот это я конечно да ну защита поглотила все хорошо вот так делать не надо было конечно же смеялся я подозревать сектоидом который который жжем его жареный сектоид убиваем мы шансов выжить д6 и просто стрелять всеми там оставшимися десятью крайне мало все easy easy 22 человека у меня два ранения несерьезный рейтинг отлично без сейвов это максимальный уровень сложности между прочим и при том что я овощи играть не умею вообще но тима тащит он хапыч бородатый справа довольный повернулся остальных я в лицо не узнаю он димага кажется в дальнем углу капслок нажимаем продолжаем сейчас будет много головы лапов интересно тем новобранцем которые участвовали им звание какие-то только это такое еще метод рекрутинга но бойцов был бы отлично так брюс willis level up а мы не видели этого точно в цель базовый урон стрелкового оружия увеличивается на единицу тактика спецназа что позволяет отражать атаки в ближнем бою и контратаковать с помощью боевого ножа также дает плюс 10 к уклонению беспокоящий огонь промахи снова оружием и дополнительный шанс стать царапиной с его меткостью 63 я вообще из него сделал техника спецназа потому что хотя когда может промахи да давай промахи потому что ты сопрессишь это фактически тоже выстрел так будем немножко уронным наносить в жан-клод ван дамм специалист протокол восстановления отправить гремль на помощь союзника чтобы снять негативные эффекты дезориентацию оглушение панику потерю сознания огневая поддержка выстрел в режиме наблюдения производится при любом действии врага понятно помеха грим меняет режим наблюдения для цели три использования в одном бою снимает overwatch не протокол восстановления конечно нравится что он сочетается неплохо с протоколом личные лечения а снимать все overwatch есть много разных способов снять его рочь поэтому мы убираем там яд ошеломление и прочим ой там не я так какие-то не эффекты хапыч хапыч тяжелая артиллерия знакомый навык наносящий урон гранатов специально отведенный для гранат ячейки может быть использованы еще раз непоколебимость ваша экипировка содержит дополнительную защиту которая добавляет одну единицу брони снижает урон от взрывов на 66 и прикрытие ненасыщающий урон гранаты специально отведенный гранат могут быть использованы ему можно заморозочку вот еще один раз взять например но не факт что у него граната кстати надо передать happy граната морозная так а там товарищи сзади да еще два лавэлапа именем и шутер верный выстрел исключительно метки выстрел получающие плюс 30 к меткости у него меткость 76 плюс 5 еще 30 очка два боекомплекта он не будет с этим оружием его делать лицом к лицу шанс критическому попаданию по ближним целям болея на ему с этой пушки просто делать нечего такой шутер антон шипулин не знаю и кстати смотрел навыки в нет еще я над всем если смотрел можно и мог шанс крита по ближним целям он все равно на ближней дистанции работать так и делаем и именем сапер игольчатой гранатой быстрое развертывание разрывчатка способными уничтожать укрытие я не хочу игольчатые брать потому что они стуки не пробивают активируйте это способность перед броском и выставлен гранаты поддержки и вы не потратите на это действие сапера посмотрим укрытие снимать круто а биатлонистом вот так вот так нам мы ничего не получили но может быть не полная численность короче денег нет в оружейные новые бойцы а у помил его лап а он же там повысить бойца в звание серёжа серёжа меткость у нее тоже не очень поэтому я тоже ему беру беру лицом к лицу и больше я не могу ничего с ним делать масса ранений не хватает мне бойцов к сожалению вербовочка почем есть материалов дэвид бэкхэм павел федотов александр овечкин ой тут у бэкхэма точность 75 на старте-то прикиньте круто это это круто это очень круто ладно давайте бэкхэма возьмем неполная численность вдруг зайдет дэвид так исследование основы исследования идут изменить исследование лири варит реактор лирий я очень плохо начал играть потратил много разведанных ресурсов за это платил с конечно есть еще одна миссия вот здесь вот и сделать но учитывая опять же что мне масса раненых я не думаю что стоп а может посмотреть ревизию материалов сделать но смысле этих повстанцев не так сейчас тут новый новый же механика и про нее совсем забыл что без сопротивления материалов 20 91 новых нет мне вообще нравится миссии на вот материалы я буду их чаще использовать жалко что повстанцев нельзя отправить из одного места в другое это не тут сидят непрекаянные ничего не делать или можно все таки как это сделать так здесь расчищаем обломки немножко денег получим от этой от этого дела и 9 дней до окончания месяца меган фокс восстановилась после ранений снайпер наш устраивает охоту за шпионами сопротивления затрудняя сбор разведданных в адвент и везде глаза и уши разведданные где извините разведданные собираю это в том регионе где сейчас нахожусь а просто здесь только материалы собираю доход повысился вроде как мне кажется это в том регионе в котором я сейчас типа нахожусь можно перелететь во второй и там собственно разведданные фармить новая цель устроить засаду на колонна адвента снабжение противника подтверждаем это не на проникновение миссии сейчас мы снайперы возьмем меган фокс нашу сейчас можно всех людей которые освободились они на проникновение базовая активность небольшая противника я пожалуй не буду брать ну посылать ну баса ниндзю хочу хочу вот снайпера покачать хочу заметили мы достаточно рано видите там пять дней прошло ну то есть пять дней 20 часов осталось еще до до окончания те же можно убрать те же вот этого товарища брюса уиллиса можно немножко подстроиться по типу вооружения в частности хапачу например отдать с морозную гранат куда ухапа чужим и морозы взяли правильно чтобы ухапа чем взять нужным сейчас секунду кто нас там еще гранатометчик именем или больше нет только именем да у него морозочком оснащение убираем ему ну гранатку просто убираем хэбика все-таки одного я с собой возьму да ему дам пистолет-пулемет до оснащение немножко тоже поменяем глушаки бы еще на такие миссии выдавать товарищем специальную группу надо делать под такой тип миссии на самом деле постепенно тут у димаги правильная пушка с глушаком расширенный магазин потому что тут двухзарядная буквально не хватает очень часто этого апа а что еще можно поставить для оверо очень ответными а еще надо ячейку для гранаты и выбрать м а вот граната разные ячейки так хорошо с хопом мы разобрались димага а из димага мы тоже разобрались в общем то у него нормальная пушка сам по себе он очень мобильный 18 перчатка тут есть хранитель теней полезными местами меган фокс что ты можешь у нее размер магазином повышенный 3 плюс 3 дадим ей меткость при ответных выстрелах по оснащению голографические указатели вот наверно стоит избавиться от светошума надо чтобы полегче было так и ван дам саппорт аптечка есть светошум есть пушка 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 пушку грыжиная у него улучшение оружия больше не поставить никакое персональных боевых модулей нет я очень хорошо готов вот в результате мы сократили ничего не сократили время выиграли один день за счет того что убрали одного бойца так в принципе ничего так зачем ее приклад у нее нет перка нового герои все виды она может стоять вижу непростые все я не всегда далеко отвожу вводим это четверочка нами все опасно конечно опасно вроде спец есть снайпер есть хавик есть и кто там еще у нас может и вытащит оставили мы их полетели собирать здесь разведданные и ждем окончания месяца ждем денег потому что без денег вообще не еще одно задание ученого дадут эвакуируйте випа минимальная активность противника минимальная у тут проникновение короче нужно набирать массу народу насколько понимаю то что у нас нет времени на нормальное проникновение надо просто всех кто есть всех кто может на миссию отправлять пофиг на то что мы типа не получим никаких бонусов там нет и народу всего лишь 6 человек но учитывая то что базовая активность минимальная думаю что справимся а а это косой снайпер да у нас 66 снайпер капец и 7 апеллика активировал премиум на ваш канал а солдат еще больше виллиса можно здесь он просто в другом отряде не хватает бойцов нужно набирать она давай а я вышел блин не тут нормальные тут не только лимминги есть пацаны уже бывалые бэк возьмем весь в красном но ее главная точность классная прям ух поехали добрый вечер йойка всем добрый вечер у нас коротенькая вторая часть трансляции xcom 2 on war 2 знакомство с игрой играем с ивами знакомимся проникаем сейчас сразу миссия да 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 проникновение 2 процента текущая активность противника заметная начать операция да ладно ой там сложность непреодолимая кажется было справа наконец-то я увижу этот тэпик когда противника будет 50 плюс офигеть офигеть инвири того какой подарок под пальму долго еще будешь я думаю до 12 точно еще пару часов вот а дальше вряд ли потому что понедельник если как в архивах базы писал проникновение меньше этот с бонусами да изи аркада и лак все порешат надо посмотреть это же еще вроде на ограничение миссия свипом поэтому у нас будет ориентировочно 8 12 ходов всего лишь при десятках врагов это очень странно и по стелсу тут уже не получится продвигаться получается потому что если размер карты будет приблизительно тем же самым то он нам просто не проскочить мимо никак а мы свипом уже и нам летит а господи через улицу перейти мы без маскировочки как только подойдут он сразу с пулицей миллион паков быть ли на крыше или не быть вот в чем вопрос вышка уезжу и можно 12 ходов времени валом можно спуститься и вот тут вот начать чик 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 зачем поехали работой в общем а грим никого вот это да вот это и повезло может они на подкрепку будет прилетать я не знаю а у нас же снайпер не алё ладно подойди так долго ходит так блэйда оставляем кто пойдет вперед я думаю петр это не добегает на нормального кавера надо брать кого-нибудь а тут нет нормального кавера ха да ладно значит будем с ненормальным кавером никого нет как вы это объясните как вы это объясните 4 человека убежали разбежались ой-ёй-ёй-ёй михаил так снайпер с шансом попасть 46 процентов это конечно мне повезло очень шанса пресс шанса пресс давай голографическая на этого я хочу оттянуть их чтобы далее начали подбегать ханкер 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 а стоп может гренку все-таки закинуть а смотри можно как ладно попробуем там по одному но глядишь они не будут выбегать из-за машины и она сразу взорвалась один умер я давай и давай в ручу лучше можно по метке попасть если он побежит с богом ребятам их трое у меня три овервочи где-то этот под сапрессом стреляет но он не должен попасть да как минус 30 я под полу укрытием там минус 65 процентов точности 2 мажет и сейчас дело за офицером нет он не стреляет крайне странно вот крайне странно что попал давайте еще разок сапрессом там же один под овервочем для адресат один попробую хорошо похиту у них осталось похиту неудачная пушка для этого типа подходить тоже весьма опасно твой ханкер как мне снайпер это не нравится вот реально косой снайпер просто мертвый просто товарищ снайпер с меткостью 66 это так у нас промах с дуэлл кажется промах был да и один и второй промахнулся а тут то чего офицера не видно я вижу его труп но как так получилось не совсем понятно а еще же время блин уходит время уходит надо двигаться надо двигаться в любом случае на двигаться флангуем этого я боюсь пулить но все равно надо двигаться вперед правильно 31 как защита вот как у него защита алё вот у него защита 30 процентов это как атака с фланга 40 процентов меткость минус 20 а ты раненый да почему у тебя меткость такая нет правой кнопкой на имени хотел узнать какая у него меткость собака так это под гранату товарищ 43 3 пулеметчик фронт хороший базовый им радует 7 процентов а он в ханкер даун наверно просто поэтому меткость такая защита это способность никто их солдат понял одноверно голографическую поставить для начала после этого уже пытаться хотя бы там десяточку или двадцатку добавим проверим был 31 ну 41 десяточку давай попробуем если что есть хорош перезаряжаемся рочь до спускаться на пол хода по крайней мере 9 ходов и только первый пак убил там мех так есть высочка я думаю мне не стоит как-то как-то аккуратничать наверное с другой стороны не стоит и вот так вот широким фронтом идти стараться придерживаться надо какого-то одного направления не не агре короче говоря давно иксом идет да нет недавно что-то пока не похоже на 50 60 человек обещанных на самом деле я уже половины карты прошел всего один пак это разве нормально вы считаете это нормально колбастик активировали колбастик время есть поэтому я иду все-таки по пол хода сверху очень снайпер этого надо уволить что там баламут что-что баламута давай давай пошли мотивацию ставить него если вы же вашим советом классом дизайн нарисую баламут вчера косячил с dlc гонит на витю постоянно не был самом деле баламут имеет право я видел его плагины со светлой версии сайта пять человек пять человек три из них откровенные сектоиды а я тут на перепутье на самом деле сектоиды же выводятся неплохо той же самой светошумовой да ё-моё я не прошел даже ближе я прошел чуть левее на одну клетку вот это подстава вся это уже забейте это капец конечно начнем с того что мне нет саппортом у меня сразу флангуют то есть специалистам не будет это просто провал лишь клемминге главным образом ни хрена не умеют если б с этой пятеркой я бы как-то еще может справился но там мех так а если мы попробуем попробуем кем-то увести я все равно влево уходить скорее всего с агрешка вот да 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 можно из грузиться и подождите допустим да да подождите подождите мы вас попробуем разобраться сложившейся ситуации во первых можно ауешный сапрес запилить от хэвика подходим к потенциально взрывоопасной машине пробуем сделать что-нибудь подавляющее очень хорошо можно подавить сразу пятерых можно кстати через сапрес пробираться оставить например хэвика всеми пробегать я больше шансов на тупо пробегание чем снайпер так вообще ладно пусть снайпер бежит full cover на полную бежит вроде никого не спулил ладно тогда я наверное буду на пол на полный ход за full cover всех проводить сверх аркадный аркадный конечно тут можно второй сапрес сделать но я хотя можем тут же прямой фланга нет пока что по крайней мере вот эта вот штука мешает этим товарищам фланговать стоп там милишный что ли уже да там со станом товарищ блин сюда бы светошумовую кинуть вообще лучше две светошумовые кинуть ну где ты возьмешь две светошумовые ты же не докинешь их просто давай full cover сюда мы тут хэвик вообще не добегает до нормальных укрытий ё-моё ну випы сюда ханкер даун так что по светошуму светошумовая не действует на роботов мне бы ее хотя бы докинуть до до того или опять же брать под ауешный сапрес не достаю я или двойной сапрес сюда положить а как двойной сапрес будет ну в смысле как сапрес действует плотным огнем нескольких стоит выстрелить в любого кто начнет всех целей снижает окей всех целей снижает а если ты грянку кинешь чтобы они особо не могли еще объектами пользоваться да давай там три сектоида светошум пошел точность у них никакая минус 55 до первого движения бежать или не бежать здесь вот в чем вопрос ты же не дать не докинешься да вообще никак там еще сверху один ладно ребята с богом побежали и минимум куда все очень плохо вот здесь нужно точно уходить за какое-то укрытие давай вот так ну с богом я полностью в их власти сейчас попробовал передислоцироваться занять укрытие их ну немножко демобилизовать уменьшить точность мех побежал фланг только не ое ракеты кажись пошли о нет пою мать вип живет кто-то умер это оглушение грязь да а с меня сняли с сапресс хааа класс это гг конечно же где-нибудь ну сейф лоды да ребят сейф лоды что поделать первый раз играем у бога зря на эту миссию полез хотя не полез бы не узнал бы что там ждет может быть имел смысл идти как раз бачком возможно та самая стратегия чтобы как минимум пацанов агрить как минимум давай уходим уходим все всеми уходим ближе вот к пределу карты понимать что это удлинит несколько путь но с другой стороны сделает его гораздо более безопасным хотя бывает такое что все равно люди встречаются и на окраинах карты ух ты какая коротким путем пошла да ладно акидаки 034 поддержал ваш канал на сумму 100 рублей и сообщает сделаю это михай спасибо тебе за приятные стримчики . все приятного вечера дамы и господа окидаки 034 спасибо тебе за саппорт кстати вот в отличии от если бы я шел по прямой я мог идти в пол хода а здесь времени нет поэтому надо первым ну уже понятно что скорее всего никого уже не встречу на этот полный ход но риск определенный был когда первым пошел бойцом надо еще фиксировать месяцы когда мехи появляются даааа кажется о мандаринка привет 200 рублей привет здравствуй здравствуй тут но я же это Не проще, так я мягко скажу Чем второй Надо на миссии всегда брать одного ниндзя Потому что без разведки Это все до первой встречи с серьезным паком С двумя, с тремя То есть ниндзя должен быть в любой команде То есть у него скрытность на старте Какие-то темы с маскировочкой дополнительные Потому что я сейчас иду просто на шару Просто на шару Мех Так, нужно уже, наверное, сворачивать постепенно Возможно, пользуясь Вот этой вот машинкой Тут Где подъем наверх-то? Кажется, здесь по трубе Или Ладно, все равно не узнаю, пока не подойду Аккуратненько Вообще, время есть Я бы сейчас дошел Не выглядывая даже из угла Из-за угла К машине всеми Только после этого Сделал бы следующий ход В принципе, три хода в запасе Это неплохо Я вот прошлой шайкой Которую вот отправил на Тоже миссию с внедрением Думаю, не буду шкериться Надеюсь, что не буду шкериться Потому что там народ посерьезнее Сюда пошли в основном новобранцы Или те люди, которые Только-только получили звание Ой Такие звуки были Что-то как будто Сейв все говорят Да, автоматически сейвим Периодически Прямо по курсу враг Сверх уж было, да? Сверху Три хода остается Агрим, скорее всего О, мутон уже Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй Ёшки-матрёшки Ой-ё-ё-ё И слева ещё пак третий Грязь Ну, кажется, третий мы не сагрили Но от этого вообще не легче Тут милишный сразу Если пойду обходить с пулю третий пак План был неплох Снайпер в атаку пойдет Должен кто-то гранату кидать Главное вот этого нейтрализовать Он гарантированно одного оглушает Мне это миссию завершает тут же Обычные лемминги против здоровенного мутона Но это абсолютно несерьезно Еще светошум А может откинуться светошумовыми и на пофиг пробежать? У них обилок нет, точность маленькая Я не вижу еще где забраться наверх можно А, там еще двое, один сверху Следующий за углом Ну в принципе если зайти внутрь То ты скорее всего сектоидов увидишь Я не знаю Я не знаю Тоже риск Отходить туда Еще нельзя толпиться Тут не забираюсь наверх просто никак Забраться наверх я могу Даже не знаю как Да, Аркадь, Михаил Ты перекрыл телом трубу? Ха-ха-ха Ну конечно Ой И как мне быть вообще? Как мне быть? Три пака перед точкой эвакуации Три пака Надо правильно определять миссии На которые вообще Ну Волететь не стоит Если что Так Ну что мы можем И должны скорее всего Еще больше крюк сделать И Только с паком из мутонов Наверное сражаться Ха-ха Всего лишь Ну Это не серьезно Какой-то зеленый мутон Абсолютно не страшный Хотя мех Стоит на втором ярусе То есть По сути По сути Я все равно Сагарю когда буду Когда буду пытаться Забираться Наверх Три хода Капец Три хода Это жесть конечно Я обречен просто Просто обречен А я не могу еще вызвать рейнджер То есть Для меня есть только Одна точка эвакуации Капец То есть Всех солдат Я здесь оставляю Если что Да я все равно не успеваю Просто не успеваю Надо переигрывать Надо переигрывать Наверное Миссию Пытаясь Пойти по другому флангу Ямаха Подчеркивание 1111 Активировал Премиум На ваш канал Ямаха Спасибо тебе конечно Я выстраиваюсь Под гранату Мутоном Там еще оглушение Сейчас пойдут От дроидов От дроидов От дроидов Такая граната Классная Может быть мне стоит Действительно сагрить Пак одним Ну как они же все равно И слева и справа Если бы они с одной стороны были Одно дело Те что наверху мех ждет Реально Верху ждет мех Какие шансы вообще Никаких Почему сейчас Вперед бежишь Всех агришь Кроме мутонов Давай Да Может они скучкуются Ты их как-то там Эклипт механизм Комбат Унит Мы должны Возвращаться 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 Если мы Мы будем Возвращаться 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 Так можно сделать попробуем тот упадет не упадет сверху не упал попробуй наверно в пол хода 81 по мэку было армор еще снять кем-нибудь гринкой обязательно мэка убиваться на этот ход этого дезориентировать нужно о можно даже по двоим нет не по двоим это просто разные ярусы а нет можно светошимовая нейтрализуем милишника 63 до петра подводим верхнего бы тоже убить но мэк все-таки топич либо гренку либо выстрел снайпером лучше гренку кинуть потому что никчемный снайпер ничего другого сделать не может а гренка по крайней мере с ними мармор какой-то нанесем урон и гарантированный мэка добьем хэвиком например до нас активировал премию на ваш к а может быть даже и широкое подавление сделать так остается у нас два человека 63 до 71 давай так есть мэка убили и лут еще и не лети на миссию такие миссии с 15 процентов инфильтрации с лимитом кодов непроходим слетая на дельце миссию лучше если не видел что она довольно забавно понял понял учту да ладно давай стрелять наверное мне давай сапресс лучше по этим двоим поехали с богом из ориентации тот не может добежать ударить сверху точность низкая но может пробить но ясно ну спулились все-таки спулились гады так раз два три четыре пять и стреляет еще сектоит и это тоже умудряется выстрелить там хорошая вероятность броня и овервотч отменён но этого поменьше шанса попасть но он попадает да хватит не 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 дезориентация же короче если внедрение на внедрение очень мало времени то лучше реально на миссии не лети потому что я с сейвами не могу пусть это лиминги пофиг не могу пройти не говоря уже либертин поддержал ваш канал на сумму 300 рублей и сообщает михаил сегодня лонг вар разорвал в плаче моюш но смотря твой стрим понимаю что у меня оказывается все не так плохо и раны потихоньку начинает затягиваться удачи в аэро менича матер спасибо тебе держал ваш канал на сумму 300 рублей и сообщает михаил сегодня лонг вар разорвал только не дочитал он говор в общем я не лечу на эту миссию с которой с инфильтрации проблему на квестовую полечу но по основным отрядом хочу туда полететь операции контрразведки устраивает охоту за шпионами охота за шпионами персонал дадут незначительная активность давайте посмотрим сколько у нас времени есть четыре дня 16 часов хорошо ну сюда да сюда давайте попробуем кого-нибудь но на сто процентов получается да если мы вообще двоих берем это слабо снайпер точно не нужно брать специалист может здесь давай чуть больше ста процентов у нас будет здесь заморозочка грянки а мне нет ниндзя никакого ранения нет ниндзя поехали тут по крайней мере врагов не должно быть так много может разберемся как-то каким-то образом нужно миссии вот эти вот их пораньше замечать может быть реально какие-то сигналы или там сканы делать может быть сбор разведданных улучшивается увеличивает шанс во инопланетные обломки расчищены есть восемьдесят один материал на которые я все равно сделать ничего не могу но можем например еще раз вот кинжа назначить копать справа пусть почему нет так тут миссия поехали уровень готовности обычный проникновение 105 процентов настроя но зато без снайпера коллеги в бой тут нормальные пацаны баг репорт на саппорт собак губим точка рум будешь проходить резинтевл 7 biohazard а уже вышла игра да потому что консоль к сверху с вяром есть единственное что xcom не вовремя вышел но наверное можно чередовать казуальную консольную игру с нормальной трушной пк-шной игрой 24 выходит во вторник о хорошо хорошо не страшно будет играть вверх будет страшно будет страшно будут крики будут эмоции но вам будет не страшно потому что нам на экране это не оценить то как она в яре как бы там стандартная картинка с так себе графикой но когда шлемак надеваешь понимаешь что все совсем по-другому несколько сторонников сопротивления были схвачены во время зачистки удерживаться в камерах в секторе спецтехника окей то есть мы в маскировке ой как далеко бежать ё-моё 12 ходов надо сейчас просто просто бежать вперед очень далеко так вижу слева кто-то есть давай вот так лучше непонятно кто прямо по курсу да рядом с мирными эти стоят хорошо бежим 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 могут флангануть кстати а как мне лучше я не знаю как к зданию лучше пройти то есть но по крайней мере сейчас есть возможность под маскировочкой и там ё-моё исследовать в прошлом миссии я все вот это сейчас бы сагрил просто и все сагрил и ничего не сделался а тут можно как-то просочиться то есть специалист есть вышечку можно попробовать ломануть вообще специалисты надо пораньше грейдить чтобы вот сейчас уже были с этими с гремлинами второго левела чтобы мех можно было отключать вышки от вышек бонуса получать так опасно ой ой интерес мне удастся вообще уйти а то так прямо по курсу вышкам вроде удается нормально вроде хотя мне могут вот эти вот товарищи изнутри увидеть очень опасно я хожу очень опасно может быть даже стоит вот так вот в крайней мере фул кава как в 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 так здесь у нас вышка надо проникнуть в здание через дорогу оцениваем что по взлому иначе придется обходить скорее всего справа потому что слева точно пак солдат получает общий вид на 8 ходов повышение защиты маневренности ну персональный боевой модуль нет общий вид мне не нужен я не собираюсь перестеливаться с ними поэтому взлом отменяем причем присутствует же 40 процентная вероятность всех всех врагов бафнуть а это плохо поэтому продвигаемся вперед вроде бы никого кроме нельзя да давай тогда потом скорее всего надо будет пройти на крышу потому что именно с крыши мы получим доступ простой пойдут идут 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 как же модуль да и модуль даже применять не могу тем более вероятность модуле вообще крайне мала так мы здесь проходим да вот так вот раз заходить наверх сейчас или не заходить в общем вопрос и в любом случае надо вламываться понимаете рано или поздно скорее всего через эту вот через крышу через дырку сверху просто есть вероятность что наверху тоже кто-то есть на крыше патрули бывают так что лучше наверно сделать вот так вот для начала остальными забраться через control выставляем правильную правильный путь траектории движения 8 ходов так сюда там фулл кавр есть да никого хорошо то есть мы потом спускаемся вниз раз первый два второй эвакуация куда эвакуация совсем близко вопрос в следующем ох они близко здесь же были да или нет да и кто я их видел видимо другим когда пробегал мимо стоит ли вот к этой к этой дырки блин к этой подходить интересно меня заметят если я буду давай проверим нужна разведка есть хорошо тогда просто подходим а пора спускаться это будет со взломом до проникновения хотя нет я могу по лестнице спуститься не выбивая это стекло сми нужно сначала как же все таки тут продумано всего давай так здесь же они так давай поехал рискую там раз два три с какой стороны откроют прям перед дверью я встал прям перед дверью стоит ли агрить второго я думаю что нет потому что двери откроются синхронно на сколько я помню и там уж как повезет раз уж я добираюсь до а выходить уже будем через через эту дверь если на точку куда ты идешь нарисован красный глазик защите обнаружить я в курсе поэтому я в общем то и не через окно иду сейчас а выбираю траекторию внимательно можно было просто срезать вот таким вот образом зачем нам это вообще можно этого солдата поближе поставить а поехали не я не буду сейчас просто взломают дверь пытаться лучше это сделать на свой ход причем дверь то можно было дистанционно взломать не подумал об этом нужно было ИСАП перевести ой куда полетела гремлин хорош дожди я даже даже посмотрю еще разок ну еще разок ломай ломай они сейчас нормально хитрый так снижает стоимость контракта с ближайшим регионом 50 на 50 очень важно давай есть я просто на нуле у меня разведданных вообще нет а так если будет сорокет уже приджоним да и нас обнаруживают но с другой стороны стоп а все уже можно ходить этим тоже да да можно окей открываем с богом тут сразу точка эвакуации класс работаем изи изи ребята ой тут вообще не ездит на самом деле так а может быть ты все таки да лучше им вот так вот пройти это будет дольше несколько но зато он скорее всего не сагрит выбегая через правую дверь да давай так здесь просто народу меньше значительно этой миссии это очевидно и как бы нет бешеного количества паков я пока не эвакуируясь не эвакуируясь говорю что там они сюда бегут что ли подходим подходим успеет успеет все четыре хода в запасе можно остаться опыт порубить особо пытать ты не получаешь за за этих но остаться можно было для того чтобы чтобы попробовать выбить всякие модули и прочее на настрое хочу рисковать хотя надо было я все равно опыта получу больше чем никого не убил 8 врагов 8 врагов надо запомнить что если в районе в районе ста процентов то это 8 причем судя по всему она нелинейно изменяется к ближе к нулю процентов потому что на нуле обещали там 50 60 да чистый стелс ни одного выстрела да бонус же еще получили от взлома точно очень важно excellent work чумандр и 2 лава лапа так еще раз гранат когда непоколебимость от взрывов и давай-ка дополнительную гранатку пристрелка под стольный магазин подавления новые новые обилки у рейнджера под стольный магазин добавляет два патрона обрезу обрезу два раза больше патронов до для дуплета выстрелов упор подавление плотным огнем выстрелить если кто-то начинает стандартный сапрес вроде да блокирует некоторые его способности а также снижает меткость на 30 до пристрелка 10 вероятность меткость критического падения при повторной стрельбе не под стольный магазин под стольный магазин у него дробовичок наносит просто космический урон двух випов вернули сейчас назначим на добычу хорошо он город и делать это смотрю что три ветки он гор это большой-большой даже нет нет не дел си это мод от сторонней студии так тут товарищей на материалы тоже денег нет и денег не разведанных ни черта нет тут туда туда а им стилл hard work on the current сейчас будет миссия местная насколько я понимаю и конец месяца через 4 4 дня да вот это нет не то о разведанный пакет данных спецоперации давайте сколько сколько там сколько дней то есть а 9 дней так давай попробуем сделать следующим образом выкидываем 1 2 из отряда берем топчиков только снайпер оставляем да ниндзя оставляем да да пальто ирантас конечно и хорош писать мне личные сообщения да в игнор листья добавить уже в который раз обузишь ну бас готово так пулеметчик скорее всего гранатометчик тоже будет практически минимальную угрозу 5 часов 5 дней 24 часа тут 9 дней 6 часов и топор кстати ниндзя нужно взять точно там же у нас появился вместо меча охотничий топор урон у него на единичку больше и один топор можно кинуть что мгновенно нанести урон на расстоянии классно лучше не оружие может быть увеличенный размер магазином хорошо все у нас мобильные все молодцы в гранатке можно по выкидывать конечно глушаки поставить кому не поставили и чем дальше тем больше склоняюсь к тому что нужно все таки разные группы под разный тип миссии чтобы не менять эквипмент чтобы четко четко была подстройка что например на стелс миссии с внедрением ты берешь там определенную определенную группу фиксированного там размера плюс-минус один с определенным видом оборудования навыками соответственно а за спиной еще лишний парень точно там димага димага то не лишний наверное один день еще выиграл но это 200 процентов прямо четенько давайте четырьмя попробуем то есть нельзя снайпер штурмовик специалист хорошая компания поехали можно было сейчас зафигарить в отдельную группу а еще бросок топора не тратит а можно снять можно одной кнопки с ней начинаем проникновение и это конец месяца плюс 300 материалов событие произошло единичка капрал мила йовович и доктор антон бейкер так скрытые события за 30 разведданных предлагают открыть мне даже такого количества разведданных нет тут двести тридцать шесть материалов вот это количество материалов могло быть у меня после первого же месяца если я нормально там все при собираю в общем а я просто из-за отсутствия денег не могу нормально строится до игнорируем давай-ка в штаб сейчас попробуем построить новое партизанскую школу можно построить на самом деле центр связи реле питания мастерская но вообще центр военных технологий напрашивается сюда хотя ученого сюда назначаешь партизанскую школу давай партизанскую школу пофиг вообще надо было здесь строить дурак или оставить под центр связи так я уберу инжа наверно отсюда от расчистки попробую ускорить x2 соответственно партизанскую школу пусть этот негр работает здесь да в два раза он просто увеличивает скорость строительства разведданных нет можно черный рынок слетать и посмотреть может с багрим что-нибудь но опять же я только деньги выиграю персональные боевые модули настройки спуска восприятие меткость плюс 3 универсальное простое достаточно ждем ждем миссии 7 дней до партизанки Проникновение должно быть Опять же под 200 максимальное Выстанавливается после ранения Двое Зона удара Ооо, это террор, да? Обнаружил одно из наших убежищ Участники сопротивления могут стать жертвами карательной акции Осмотреть зону Безликий маскарад Остановить ответный удар Да, это террор Он, кстати, надо запомнить Май, начало мая Это безликий, да? Тут надо прям всех Тут нет штрафа Надо набирать народ Все, кто может держать в руках оружие Только вот снайпер не беру Штурмовик со стрессом Ну, это... Кодзима И... Петр Пулеметчик, разрушитель Разрушитель, наверное Агента 007 возьмем Не очень он мобильный Но тем не менее Да Числом будем брать 8 человек Готовы к миссии Полетели О, слон здесь Слон, слон, слон Сенсей, сенсей Икс Чома Для того я смотрю пока не очень честно Видимо Эдон Ну, я думаю, что Лонг Уо Он такой, как Как и в первой части Его В него очень долго Втягиваешься Но потом Хопа И минус год жизни Террорчики Там должны быть уже Мутоны, змеи И всякая нечисть Да, год Ну да, может больше Я сам не знаю Во что я ввязался Ну, поехали Значит, в мае В начале мая У нас пришла Первая карательная Кажется, она в такое же Повторюсь, время Была и в оригинальной части Первый террор И после этого Можно Илюху брать Опа 13 мирных Спасите как можно больше Эвакуировать всех солдат Маскировочка Ниндзя хорош Вот в любой команде Должен быть ниндзя В любой Так, это же у нас Абвер ниндзя, да? Поехал сразу же На разведочку Сразу пак Два мека А нифига себе Какие паки дикие Есть ли у меня ракета? Есть ракета Ракета по вижену Ракета по вижену То есть могу Подойти на где-то 6 клеток И инициировать инициаторов Это блиц к слишком Да не, нормально Есть Так, то есть ты ориентировочно агрешь Они очень кучно стоят, плюс нужно броню снимать Теперь нужно сделать так, чтобы остальные Подошли не слишком близко Но не слишком далеко То есть они должны Да, привет Есть предложение подключить мутонов на нашу сторону Могу посодействовать Только тебе со скидкой Но по полной предоплати Но есть и бесплатный совет В Европе есть Одна маленькая гальская деревень Но используй силу Здесь слишком много отсылок Непонятно куда Вот Я понял У меня, кстати, две ракеты Две ракеты Но учитывая то, что тут мирных надо спасать Якобы Я не всем мне Overwatch буду делать Потому что Некоторые просто не достают никак Так По крайней мере троих, да, ты берешь Ладно, с богом Главное не промахнуться Сотрудники твоего убежища Так что спасай от опустей И, кстати, террорка времени не превзает Он привязан к твоему Ясно Короче, ракета У меня попала Только один раз из четырех Где-то Мне почему-то кажется, что мне повезет Ага Такая грязь Нет, может и я отсюда ракетой попаду Я боюсь еще по своим попасть На самом деле Отлично Короче, терпим Мирных бьет Сектоит Эй, тебе непонятно Куда убежали Оп Хорош Хорош Правда, стреляли по человеку Которая Не была снята броня Так, так давай только без АУЕ Да е-мое Все Короче, спецы нужны Нужны спецы Это забейте Там под овером сидит чувак один Настолько я не прав А мне повезет Наверное, Мэнни Я не смог бы так аркадить Да какая осколочная граната Рокет Рокет, Михаил Попади только Ну хоть по двоим Овервотш не снял Давай Семьдесят два Да Неплохо Так, тут на овере Не пробьет Вроде как Я же по диагонали пройду Правильно? Хорошо Ой Кто? Угу То есть Я должен Во-первых Добить Они просто были В разных паках Оказывается То есть Это был не пак На пять человек Это был просто Такие моды установлены Мод от БСП Я могу в мили побежать Но мне кажется Что это не совсем верно Ладно Два ранения Это Ну переживем Переживем же, да? Переживем Здесь можно попробовать Скинуть Цветошумовую Попробовать снять Этого лишить метки Соответственно У этого Снять овервотш Нет, не так Не так Не так Дай Так Есть Две дезориентации Теперь в теории Можно даже Посмелее пройти Но Будет ли фланг? Может и будет фланг Вот отсюда Вижен есть Да, есть два фланга Может даже инжа Лучше Сносить А не Дезориентированного Этого Да, давай попробуем Так Окей Ну меха еще нужно добить Правильно? Правильно Но подходить Некуда Хотя нет Почему? Вот же Красавчик Мне нравится Эта пушка Точно Хорошая Все Меха нет Гринего Поддержал Ваш канал Гринего Привет 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 Секретное Послание Ответ Лучшие умы С расшифровкой Я уже Почитал Что Весь Рабочий День Делает Квадрокоптер На базе В послании Обнаружилось Изображение Загадочного Старика Сначен И посох И текст Ю Шо Ноль Вас Да Да Можно сделать Рананган Кстати Вот сюда Но я тогда В тыл не пройду Это будет Не ты Хотя если он Вот так вот встанет Давай-ка проверим Он На соседнюю Клетку уходит Мне бы добить Хотя бы Того Не до конца Да 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 Он же 37 Всего лишь А Красный туман Красный туман Это проблема Да До дальнего Я не достаю Либо Рисковать Стрелять Либо Светошумовую Пилить Тут укрытия Нормального Нет Мне не остается Товарищей На Можно конечно Хэвиком Подойти На дурку Стрельную Да Давай Главное Дальнего Если Достанешь До дальнего Вот Ты его добиваешь Остальные не попадают Потому что Дезориентированы Отличный план Может даже Второй грянкой Удастся Офицера Адвента Одного Из убить Да Почему Граната Потому что Русская рулетка Михаил То есть Тебе не остается Ничего Кроме как Пытаться 65-37 А мне повезет Вы знаете Я чувствую силу А Потому что У меня дробовик А не потому что Красный туман Я же Я же здоровый Как Не знаю кто Потому что У меня дробовик Просто Я туплю Но въезжать В стройку Наверное Не самая удачная Мысль В такой ситуации Мы с Богом Сейчас будем терпеть Ребят Ооо Мутон И два Сектоидом Здравствуйте Здравствуйте Мы виделись На прошлой миссии С вами На позапрошлой Ну хотя бы Мирные Не дохнут Сейчас бы Пережить этот ход Дальше как-нибудь Нет Дохнут Периодически Мирные Сектоид Ооо Змеи Как неудачно Получилось Еще один Сектоид Скотина Мирные В панике Кричат Разбегаются Народу Трындец Овервотч Хорошо Один Мимо 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 Йес Сейчас еще один Выстрел мимо И все И останется Только разобраться С тремя паками Кто там Что это Под контролем А почему Змея ходит Они ж только-только Спулены были Овервотч Снял Мирный Надо брать Его в тему Я не понимаю Почему они ходят Почему новые Только что Спулены Ходят Что это За хрень Это вообще Как Я сам В шоке Хорошо Мутон Не кинул Гренку Почему Спулены Паки Только Спулены Паки Действовали Сейчас Тут такое Часто Бывает Но Это печально Потому что Как планировать Вообще Тактику Тактику Как планировать Слушайте Если я на Мутона Полезу Он Сможет Законтрить Как в прошлые Разы Молния 90 90 90 90 68 Помутон Так У нас Сразу Серия Проблем Во-первых Большое Количество Врагов Огромное Я бы сказал Количество Врагов Но Скорее Всего Это Все Кто Кто Есть Хотя Нет Еще Сектоид Стрелял По Мирному Здесь Механика Говорят Игры Класс Я думаю Тут нужно Бомбить Овервотч Все сняли Все сняли То есть Нужно Бомбить Мутоном Давай Раз Задевать По возможности Еще Кого Там Блин За дети Могу Только Этого Офицера Дезориентирован Ну Ничего Это Раз То есть Надо Во-первых Передислоцироваться Так Чтобы Тебя Слева Змея Сектуэда С фланга Необходили Необходили То есть В первую очередь Брать Нужно Вот этих Правых Товарищей Мутона И вот Это Отребье Броню Сняли Отлично Ты Леха Пойдешь В самом Самом Конце Если Пойдешь Далее Скорее Всего Вот Так Заморозочка Есть Может Заморозочка Может Вот Так Агрессивненько Выйти Те Нужно Еще Как-то Из-под контроля Своего Достать Морозить Тут Некого На самом Деле Потому Что Ауе Не Хватает Не Безопаснее Я думаю Под Фул Кавер И Так Тут 60% Точности Что По Гренке Двоих Мы Никак Не Задеваем Да Можно Еще Разок По Мутону И По Этому Стоит Лим Да Стоит Мутон Пожалуй Тут Самый Опасный Даже Не Потому Что Броню Типа Это Сбивает Хотя Бронь Так Димага Огнемет Рейндж Очень Маленький Он Если Что-то И Сможет Сделать То Например Вот Отсюда Но Он Будет Не В Кавере Совсем То есть Ити надо Типа Сюда А Если Он Не Сделает Огнемет Тогда Опять же Либо Граната Либо Вон Из Укрытий Либо Просто Выстрелит По Некавер Мутоном Да Да Давай Или Вот Так Меньше Вероятности Но Тут Лучше Укрытие На Пятнашечку Выграешь Так Ты Точно Из Огнемета Ни По Кому Не Достанешь Да Проверил Огнемет Просто Может Если Двоих Заденет То Может Быть Вы Выберем Его Проверим Задевая Двоих 3 7 Одного Скорее Сего Убьем А Если Из Укрытия То Угол Из Укрытия Мы Можем Поэтому Не Пробивает Смотрите Не Нужно Нужно Жечь Огнеметом Этих Двоих Надеяться Что Он Убьет Все Так Умутона Осталась Двоечка Офицер Умер Так Есть Еще Сапресс Слушай А может Мы Как Можем Майн Контроль Убрать Там Случайно Друнин Не Двигает До Нет Он До Пятерых Двигает Вот Он Уже Не Актуален Так Он Ваншот И Любого Чуть Чуть Не Двигает До Того Секто Я Наверное Не Побежал Учитывая Учитывая То Сколько Там Народу Как Быть Как Быть Змея Рядом А может Мы Сапресс Мауеш Можем Достать До Него Если Мы Сапресс Мы Сапресс Сбиваем Ему Обилочку Кажется Нет Мы Не Даем Просто Использовать А Майн Контроль Останется Майн Контроль Только Светошумовой И убийством На данный Момент Метал Гир Есть Он Достаточно Маневренный Чтобы Добежать Например Кинуть Гренку В Сектоида Светошумовую Задеть За 1 Второго Можно Теоретически Но на практике Вряд ли Для повышения Шансов Докидывания Светошумовой Нужно Подойти Вообще Сюда Но я Тогда Подставлюсь Очень Жестко По флангам То есть Надо Идти Вот Сюда А Докинешь Ли Ты Светошум Похоже Что Да Я Надеюсь Что Докину Все Таким Да Докидываем Докидываем Осталось Только Понять Могу ли Я С двоих Задеть Кажись Не могу Куш Это Камера Да Он Строго Стоит За Ну так Мы По крайней Мере Своего Спасаем Насколько Я понимаю Майн Контроль Снимается Присветошумовой Да Так Хорошо Следующий По Потенциальной Не Ты же Мутон Мутон Еще не убил Михаил Чего ты тут Собрался Делать Так Ну Поми Что может Сделать Поми Поми Может на Халявку Выстрелить Вероятность Крайне Мала Он может Выстрелить И уйти Как неплохой Вариант Весьма Но я бы Я бы Вот Эту парочку Попытался Как-то А он С дуплетом Может ее убить Он может Подойти к змее Вот так вот С фланга И сделать Клевый выстрел Двойной По змее Да Сектой Думаю Что будешь делать Змея опаснее Почему Сектой Сектой Может вообще Контроль Опять брать А вот Змея Там Будет Стрелять Или Короче Дуплет В змею 83 Урон 10 18 Главное Попасть Главное Чтобы не было Давай Обрез Бах Грязь Мне очень нравится Новый класс Возможность их Имбовые Местами Как кажется На первый взгляд Так Теперь мы можем Теперь мы должны Скорее Этими заняться Ну потому что Сектой Ты выключен Тут в принципе Три сектой Досталось Три человека Которые Стреляют Причем Дезориентация Снимется Эти подраненные Вот Их в первую очередь Нужно мочить Их в первую очередь Нужно мочить Перезарядка К сожалению То есть Я могу Этим товарищам Только кинуть Гранатом Кинуть Гранатом То есть Нужно подойти Максимально Но так Чтобы был Был кавер А вниз Ты не успеешь Спрыгнуть В принципе Вот так Хорошо Фул кавер Поехали Игренку В одного Из трех Вот этих Упырей Надо кидать Мутон Офицер Ну В мутона Конечно же Он опасен Убивается Мутон Хорошо У нас остается Три человека Три человека Абвер Который может выйти Из инвиза Порезать Хэвик Который скорее всего Должен Либо сопрессить Либо Кого-то из этих Нет Должен абвер Врываться В эту двоицу Кого-то из них Убивать Есть еще Кто-нибудь С гренкой Есть с гренкой То есть Один должен Гранатой убить Ближнего Получается Да Да А если Не убьет Какой Ракетомет Ничего С ума Зашел Если Не убьет То Может попробуем Добить Его Простным выстрелом Да Убили Абвер То есть Дорезает Того А этот Сопресит Например Сиктоида Или не лезть Абвером Ну как не лезть У тебя тут флангуют Да и движухи Справа не было То есть Скорее всего Скорее всего Последний пак Находится здесь И ты можешь Въезжать в инженера Адвента Поехали Всем выйти из сумрака Абвер работает Там урон Тоже хороший будет Раз Хотя Как хороший Шесть Так И теперь Остался один Хэви Который может Посопресить В принципе Самый опасный Сиктоид Это вот этот Потому что Он в тылу Вообще Так Так разыграл Раунд Сам удивился Как разыграл Раунд Да Из фулл кавера Просто чтобы он Не стрелял Мне в спину Мы его Сопресим Еее Клево Разыграл Да Я думаю Что все ГГшечка будет Да Да Вот пак Новый пак Пара солдат Главное Чтобы сейчас Лишних движений Не делали Вот они Да Пусть мирного Убивает Сиктоид Там еще Один пак Получается Да Я понимаю Мне тут тоже Не сладко Да он Стреляет Стоп Защита Хапача Еле-еле Чуть-чуть Не пробили Сиктоид Отходит Дальний Сиктоид Подходит Что Что это Контроль Зомбарь Леха Держись А Зомбаря Поднял Зомбаря Поднял Реанимация Ок Оп Ой Попадает Хорош Но все равно Сейчас со спины Могут бить А Ну он Дурак Короче Это Сиктоид Смертник И что это было Взял Под контроль Не взял Паника Жалко У этого Дезориентацию Можешь только стрелять С сомнительной точностью Я под фулл кавером Нет никаких шансов Так Паника Мне Конечно Не Не к добру Молнии Наверное Нужно От Зомбаря Уходить Стоп А у кого Какие хп Все хп Да Фулл хп Тут Надо Фланговать Сиктоида Это Факт Фулл кавер Давай Давай 70% Троечка Урона Чуть-чуть Один хит Осталось Один несчастный Хит Лучше Конечно Не проходить Так вот Сильно Далеко Потому что Там еще Сидят Бобры Так что Наверное Стоит Флангануть А я Этого Флангую Дуплета Правда Нет Лучше Фланговать Вот так Фулл кавер В спину Потому что Это все равно Меня видит Точно Да давай Чего Аркадий Сейчас еще Сиктоида Увидим Пак Новый Да Три Сиктоида Неплохо Я спулил Вот эта ошибка Была Конечно Причем Я знал Что они Там Я пошел В аркаду Я сейчас Уже Сомневаюсь Что нужно Стрелять Возможно Улучшить Светошум На трех Сиктоидов Что Что мирный Что ли Здесь Беги Ну бас Так 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 Еще один Можно Плангануть Ну тогда Меня сзади Вот этот товарищ Будет бить А ты С дробашом Да С дробашом Тогда лучше Вот к этому Сиктоиду идти Правильно Тот не сможет Этого мы в любом случае Убьем Да Давай сюда Попробуем его Половина крита Правда Всего лишь Если будет не крит Это 50 на 50 То не убьем Хорош Красавцы Работают Штурмашом Мастхэп крит Этот падает Абер освободился Но он может Молнией Добежать До следующего Тут как раз Кавер Я думаю Надо это делать У него других целей Просто толковых Нет Он должен резать Он не убьет Леха Что они творят Я в шоке Леша Не верю Своим глазам Так Здесь у нас Выстрел Не нравится Мне вероятность 63 Здесь Только перезаряжаться И сокращать дистанцию Хотя Не факт У шутера Всего Один Один ХП Димага С огнеметом Подгорею Если буду Бежать Через Так напрямую Давайте Давайте Просто двигаемся Постепенно Вперед Я не знаю Что с тем Делать С упырем Вот с этим Вот Я его просто Не убиваю Либо я подхожу Димага И еще Как-то Помогаю А Стоп Тоже Загораешься Ладно Стрельбы Там особо Не должно Быть Отсектоидов Может быть Они Всякую Чушь Начнут Опять Делать Поэтому Давайте Подходим Так Посмотрим Гренко Не Гренко Может быть Его Шаг в тень Если Может Выкурить Его Своим Действует Огнемет Не достает Причем До дерева Достает Видимо Как раз Дерево Мешает А зачем Мне Выкуривание Ааа Мне нужно Указывать На какой Ярус Еще Может Огнемет И достанет Нет Да Ну Нужно Указывать На какой Ярус Но Все равно Не достает Гренко Гренко Достает Скорее Все Она Как раз Тут Поможет Главное Добить Ой Там Сектоид С одним ХП Ой Я про него Забыл Ой Как же Так Та Тридцать 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 процентов Ребята Давайте Ну Что делать Его флангуют А что делать Вот Шестьдесят три процента Удачи тебе Так Так Можно По сектоиду Еще разок Попасть Ну я Без Без Ковера Буду Да Ну я Вот отсюда Вот 15 процентов 15 процентов Гренко И точно Не докинешь Никак Докидываешь Че ты Тупишь Гренадер У них Рейнш Атский Комичка Приехал Похоже С чего Это Вдруг У него Все Хиты А Паника Снята Может Я Еще Похожу Одним Нет Не Похожу Ну с богом Вот Это Ключевой Момент Да О Это Кстати Хорошо Потому что По нему Сейчас Солдат Снизу Не будет Стрелять А для Него Это Была Цель Все Он Убил Мирного Вместо Этого Хорошо Сектоида На нас Работает Что это Что происходит Реанимация А Понял Короче Туда Светошум Нужно Кидать А то Они Что-то Слишком Много Колдуют Да Реанимация Хотя Под реанимацию Уже Не нужно Поддерживание Постоянного Контакта Так Вроде Пацаны Мы Мы Отталкиваемся От того Что это Последний Правильно Скорее Всего Да Начнем Издалека Тут Хэвик Который Может Крепкий Орешек Который Флангует Да Максимум Сначала Сначала Передвигаемся На пол Хода На максимум Судя по всему Чтобы 50% Нельзя рисковать Нельзя рисковать Нужна просто Грянка Сразу же С такой вероятностью Лучше даже Не суваться Не пытаться Там стрелять Тем более Что народу Осталось Немного Так Все Первый Пошел Так Хапыч Хапыч Тоже Хэвик Хапыч Может Что он Может Как-то Ой Тут же Димага У нас Он прям Он может Зайти И пожечь И всех Раз Два Раз Два Вопрос Кавер Или не Кавер Тут Далеко Ладно Аркадим Чего Да Там Трое Прям Стоят Трое Смотрите И Жжем Все Напалм Не туда Ооо Шесть Семь А по дальнему Не Не дошли Короче До дальнего Ладно Там еще Зомбарь Реанимация Под Ту-ти-ти-ти-ти-ти Я не достаю Хэвиками Просто Понимаете Не достаю Не добегаю Никак Не добегаю Даже близко Не достреливаем И нужно контроль Убрать Наверное Контроль Дальнего То есть Светошум Абвером Что ли Делать А докинет ли Леша Слушайте А если Светошум Будет Контроль Уходит Да Контроль Уходит Точно Да Давайте Лучше Так Не буду Я пока Резать Лучше Всех Троих Вот этих Вот Поглушу А Один Один Ужигув Может Тогда И до правого Достанем Каким-то Чудом Не достанем Да там Зомбарь далеко Так что Пофиг Короче Легко кидает Освобождает От контроля Нашего Товарища Зомбарь Кстати Здесь Снизу Зомбарь Как Жив Зомбарь Вроде Не жив Вот И Сережа Конечно же Конечно же Возвращается Сережа В бой В строй Может Прямо Отсюда Убить Этого Сектойда И кинуть Еще Причем Грянка Сейчас Контрольную Грянку Кинем Добьем Одного Нанесем Урон Второму Да Укрытия Нет Дезориентация Есть Потенциально Опасен Но только Дальний Получается Сектойд Потому что Он не Дезориентирован Остальными Подходим Ближе Не Докидываем Увы Опять Полковер Придется Вход Терпеть Увы Да Зомби Тоже Падают Придезориентация Сектойда Это Хорошо Подходим Битом Сейчас Будут Действовать Один Вот Опасен Потому что У него Повторюсь Дезориентация Нет И Он Может Попасть Если Будет Стрелять Конечно Всеми Под Ковером Но Мало Лишь Что Стреляет По Фул Ковер А Не Стреляет Опять Контроль Все Нормально Этот Этот Не Может Ходить Не Может Точно Стрелять Не Может Обилки Применять Того Нужно Оглушить Сектойда У него Слишком Много Всяких Или Зарезать Просто Зарезать А Не Забываем Про Безликих Ребята А Мне же Еще Аптичка Нужна Есть У кого Ни Аптичка Такой Вопрос Видимо Нет Короче Шутер Тогда Бери Своего И Эвакуируемся Опасно Опасно И Рядом С мирными Лучше Не Находиться Вдруг Тут Опять Ж Безлики Полезут Как Так Гранаты На КД Флангуем Сектоидом 79 Работаем Хороши Лута Правда Вообще Не Падает Может Это Особенность Миссии Может У кого Поблизости Есть Светошум Агента 007 Есть Поблизости Светошум И Он Его Вот Отсюда Может Применить Может Да я Вижу Что Может Главное Убедиться В том Что Достает Достает Все Контроль Убираем Зомбарь Падает Абвер Может Резать Но Я На самом Деле На самом Деле Я бы Не Торопился Нифига 8-10 Урон Леша Бежит Леша Через Стенку Режет Все Кто Это Падает Ой Да Ладно Вот Это Была ошибка Безлики Пайк Появился Прям Рядом С Абером Это Капец Ну За Один Ход Мы Его Не Убиваем Хотя Русская рулетка Русская рулетка Все Граната Имбовая Во-первых Она не промажет Во-вторых Он Био Точно Заморозится Можно Легко Тоже Заморозится Не будем Он и так Прохладный Оп Пыщ Это Была Не Заморозка Там Ход Кей Просто Поменялся Когда Бежал Было На Пятерку Когда Прибежал У У Шло Убрались Какие-то Варианты И ходки И сменились Ну Теперь Леш Прости Я Два Раза Фейдал Это Это Ни в Какие Ворота Не Лежит Леха Режь Его Леш Ага Все Понял Просто Он Он Тоже Не Торопливый Так Оставим Заморозку На Потом Стреляем По Безликам Все А И Один Безлики Всего Один Безлики Три Ранения Но С первого Трая 20 Человек Начало Было Крайне Не Удачное Но Разрулили Мы С вами Все Разрулили Удивительно Как Получилось Круто Леха Жалко Ранен Будет Валяться Два Лавелапа Абер 12 дней Серьезно Ранен Шутер Агрессия Точно В цель Абсолютное Спокойствие Агрессия Дает Плюс 5 Шанс Критического Урона За каждого Видимого Противника До Максимума Плюс Это Хорошая Вещь Учитывая Его Дуплет Дебют И Прочее Базовый Урон Стрекового Оружия Увеличивается На Единицу От Вятых Выстилок Могут Наносить Критический Урон Агрессия Димага Большой Бум Закрепление И Напалм Икс Большой Бум Все Гранаты Ракеты Можут Сносить Критический Урон Вероятность 50% Нанести Плюс 2 Урон Закрепление Что там Дает 20 Защит Начало Следующего Хода Не расходует Действия Опа Ходов до Перезарядки 5 Понятно А Напалм Может Дезориентировать Врагов Вызывать Панику Да Напалм Будем Огнеметом Жарить И еще Агент 007 Конри Получил Я не хочу Выкуривание Брать Потому что У него Ренч Не такой Хороший Возьму Лучше Взрывные Ракеты Потому что Они Так Так Часто Мажут Сейчас Мазать Не будут Насколько Я понял Да Неполная Численность Кстати Да Сейчас Можно же Набрать Бойцов Рекрутов Имеется Ввиду Тем более Там могут На рандоме Быть Понятно Не в этом Месяце Можно кстати Попробовать На черный рынок Слетать Там же Взять Народ Или Подождите У меня в штабе Кажется Раньше Это было Не за Не за данные А за За материалы Да Было такое Что-то Я путаю Наверное А взрывные Работы Взрывные Ракеты Взрывные Работы На черном рынке Теперь Поехали Купить Да Тут За материалы Капрал Мила Йовович Специалист Я беру Во-первых За сорок Всего лишь Во-вторых Мила Симпатичная Конечно Подтверждает Точность Прицелы Автозаряжение Расширение Магазин Нет Деньги Пожалуй Больше не стоит Тратить Может быть Стоит Еще постро Я Я заказал одно Да Строение Партизаночку Да Наверное Сейчас материалы Понадобятся на Исследование Милка Сто процентов Надо быть Давайте посмотрим На Милку Она и По-русски Говорит Поэтому Бойцы Мила Йовович Жанна Дарк Специалист 56 67 Меткость Повысить Взывание Так Протокол Нападения Беру Против мехов И У него не такая хорошая Меткость Чтобы огневую поддержку Делать Протокол восстановления Работает Кажется с аптечкой Не только Здесь Ориентация Оглушение Паника Потеря Сознания И давай Помеху возьмем Такой чисто Нападающий Специалист Будет Хорошо Все что-то Раненые Помещу Повышаем Звание Два Патрона К обрезам А то На миссии Не хватает Один раз Отстрелялся И все До свидания Но он правда Змею Помните Убил Это же Сережа Убил Змею Подошел Бдыщ А так он Сможет Два раза Сделать Бдыщ Хорошо То есть Милку Взяли Сейчас будет Миссия Куда топить 146 процентов Ребята 146 процентов Это как Предварительные результаты Голосования По единой России Помните 147 Все уже не актуальная шутка Ладно Тогда Давай-ка в убежище А Мне могли Я же не просто Повстанцев Поспасал Может быть Они у меня появились В Силадвента 6 Тут Снайпер Есть Оказывается Может быть Переключимся На поиск Рекрутов Мне как раз Новые товарищи Нужны Сейчас мы Резко Перенацелим Оба Наших Убежища На поиск Рекрутов Тем более Там стоят Находятся Наши Солдаты Рекруты 7 13 146 Было 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 Виктор Было Добрый вечер Виктор Здравствуйте Здравствуйте Так Ну сканим Ждем 200% Это будет Миссия С четырьмя Кажется Топами 195% 20 Развед 21 единица Разведданных Начинаем Операцию Там кажется Четыре человека У меня топовых Там Ниндзя Этот Снайпер Хороший Первый Базовый Который Штурм Кажется Дмитрий Михайлов Штурм И Жан-Клод Ван Дам Специалист Там С топорами Причем Ниндзя Вообще Вот это Кажется На данный момент Топовые Пацаны И Далековато А И Маскировочка Еще 12 ходов Ну Слушайте Я думаю Что Работаем Слышу Ретрансляционную Вышку Тут Открыто Пространство Снайпера В принципе Можно На крышу Вывести И Давай Лучше Направо Пойдем Типа Сейфово Еще Потому Что Сыграем Я Собираюсь Воевать Просто Не Сразу Сначала Посмотрим С кем Никого Нет Снайпа Выведу Сюда Она Явно Тут Поможет Дмитрий Михайлов По Прозвищу Иммортал Мех Или Дверь Просто Открылась Что Тут Такой Змея Кажется Змея Ползла Подозрительно Тихо Так Первый Пак Два Сектоида Змея Второй Пак Два Сектоида Змея Хорошо Левый Пак Лучше Не Трогать Будем Решать Проблему Папакова Еще Один Пак Маленькие Пачки Может Быть Вообще С Крайнего Начать Но Точно Нужно Сейчас Пере Переходить Как То На Так У Снайпер До Сих Пор Общего Вида Нет Что И Тут Это Кажется Стандартный Общий Вид Меткость 87 Хочется Снайпа Поставить Он Не Сможет На Овер Воч С Общим Видом Стрелять Но С Другой Страны У Не Есть Во Первых Преимущество Господствующая Высота То есть Ее нужно На этом Здании Оставлять Так что Скорее всего Я поставлю Ее Вот так Чтобы Она Не Сагрила Верхний Пак Но Чтобы Могла Работать По Дальнему Дмитрий Михайлов Уже Пойдет Пойдет Наверное Вот так Будем Попробую Сейчас К правому Паку Сначала Отойти Уже Объяснял Почему Чтобы Ни в коем Случа А тут Трое В этом В этой Группе Нас Четверо Не забываем Это не 8 Человек Как в прошлой Миссии То есть Такие небольшие Группы По 6 Человек Они меня Уже По численности Делают Подходят Барсуки Подходят Гады Терема Попак Вода О Приплыли Е-мое Кажись Все Финита Хотя Если Они Пойдут Назад То Может Я И Не Сагрюсь Слушай У тебя тут Специалист Ну там 9 человек Алеш Бросок Топора Есть Неплохо 4.6 Хотя Здесь Не показывается Что они Видят Меня Так что Я буду Отталкиваться От мысли Что Меня Не Видно Я Невидимый Оп Никто Не Видел Никто Не Видел Понимаете Никто Ретранслятор Уничтожить Окей Так Снайпер Остается Точно Здесь Троица Оставшаяся Уходит То появляется То нет Я Невидимый Ребята Смотрите Ох Так С чем Ниндзя 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 Сюда Опасно Уходить Чуть 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 Потому что Они Могут Вернуться Назад И я Буду Под Полу Кавером И Не Смогу Не Смогу А вот Димку Михайлова Можно Провести Готово Так Эти Уходят Один Пак Наверх Эти Влево И вот Третий Который Был По центру В мою Сторону Как раз Идет Мне все равно Шучкуется Тут Шесть Человек Получается Шесть Человек Стоит Ли мне Сейчас Ввязываться В бой Еще Один Пак Внутри Кота Унесли Спать Такой Недоволенный Стоит Ли Или Нет Надо Наверное Отталкиваться От базовой Миссии То есть Мне нужно В первую Чуть Сюда Поэтому Далее Так И Вот так Увидели цель Судя по звукам Интересно Кстати Снайпер Может поработать По этой цели Не Не может У снайпера 100% вероятности Попадания Видимо За 87 Плюс 10 И еще Что Снайпер Вот Главное Сагрить Не снайпером Она Потом Будет Отрабатывать Просто Великолепно В тыл Просто Будет Отстреливать Чертовы Сектоида Но это все Глушится Это все Нужно Просто Светошумовыми Глушить Возможно Кстати Вот сейчас Момент Когда нужно Агрить Пацану Или нет Вот эти Опасные О Вот сейчас Замес будет Ой 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 Все Поехали Так И начинать Нужно С Гранаты Чтоб не Разбежались От штурмаша И милишника Чтобы Не Делали Обилок И Лучше Всего Все Таким Сделать Спецом Поехали Из ориентации Да Мы Палимся Ой Снайпер Кстати Может Этот Пак Увидеть Нет Они Сюда Едут Да Да Жара Так Змея Рядышком Тут Тоже Рядышком И Третий Пак Все Так Согрили А там Снайпера Кстати Увидят Да Увидели Снайпера Ох Причем 100% У нее Попадание Но Ей Тут Будет Несладко Так Ладно Бойцы Что Что В нем Делать Есть Кстати Опция Забить На трех Дезориентированных И Ворваться Сразу К Снайпу То есть Пробегаем Милишником Типа Кого-то Режем Вторым Делаем Дезориентацию На группу Лиц Сектоидной Национальности И Как бы Помогаем Снайпу Эти все равно Особо Сделать Ничего Не могут А вот Эта Группа Из Пяти Человек Она Реально Снайпера Пробьет Несмотря На укрытие Несмотря На бонус Защитик Легкий Или же Снайпер Вместо того Чтобы делать Первый Выстрел Тоже Кидает Света Шум Но Это Плохая Идея То есть Спеца Мы оставляем Получается Здесь Тут Молнии Врываемся В кого А Зависит На самом Деле От Того Или Или Забить Вдруг Снайпер Выживет Прочитаю Про топор А Это Типа Бесплатные Действия Да Топор А так И не Расходует Действия Ну Тут Не по Кому Топором Сейчас Стрелять Потому Что Я Еще Спину Подставлю Все Равно Под Этих Мне Нужно Разбираться Наверное С Этими Бобрами Тут Ковра Нет Мне Мне Нужно Выбрать Человека На Молнию Под Серьезную Дистанцию Ну Чтобы Он Да Наверное Отсюда Он Может Флангануть Ладно Давай Так Работаем Плохо Не добил Единичку Не добил Что Что Делает Снайпер В принципе Она Может Чуть Подойти Кинуть Светошум И Наверное Все-таки Это Будет Более Полезное Действие Чем Поехали Снайпер Сокращает Дистанцию Кидает Светошумовую Гранату На Четверых На Троих На Троих Ой Ребята Пошла Аркада Опять Пошла Жара Убивать Ли Сектоид Или Пробуется Убивать Змею Или Пробуется Убить Сектои С фланга Дмитрий Михайлов Только Молниеносный Рефлекс Никого Он Там Особо Не Убьет Чем Он Может Помочь Он Может Урон По крайней Мере Нанести По Сектои Лучше Убить Змею Но Змею Ты Только Вот Так Да Да Давай Вот Так Ну Чтобы Под тех Не Подставляться Змея 95 Жалко Что Не Справился С Димка Михайлов Молодец И Лут Еще Модифицированный Глушитель Второй Лайва Глушителя Для Миссии Под Проникновение Нужно Склады Собирать Реально Нужно Собирать Склады Подобно Все Дело Из Ориентации На Пятерых Гренки Просто Мега Вот Это Недезориентирован Стреляет По И Это Фланг Это Был Фланг Чего До Угла Не Дошел Непонятно О Я Эту Змею Не Увидел Все Загружаем Ну Я Хотел Обойти В результате Спулил Все Паки Все Паки Спулил Снайпер Подставил Было бы даже лучше Если бы я сейчас Начал сражаться С двумя Паками Издалека То есть Не разбредался бы Так далеко Наверное так и попробую Сделать То есть И снайпер у тебя Прикрыт И Народ в принципе Близко Сейчас будет Три пака По крайней мере Но они будут Кстати в одном месте Это неплохо К крайней мере Можно заглушить Сразу же Не три человека А шесть Блин Все таки Выйдут Эти Эти выйдут Специалисты Инициируют Это Аркадим Чего Один раз Живем Минут 10 Я в курсе Народу все равно много Инженер адвента Не солдат адвента Солдата мы сразу вырубим Лучше начну С ваншот Ванкел Четыре урона Видите как Инжабы я бы не снял А мы не пулили этот пак What? Они дезориентированы Но не спулены Это как? Так Так Тут Фулкавер Мне вот Штурмовики Не так Нравятся Как Как товарищи А если оглушать 83 Слушай, оглушение То лучше зайдет Давай-ка Так Скрутили змейку На два хода Сразу Дизейбл Такой Топор метаем Офицера давай Раз Ну я вышел Изнизу Ох Ё-моё Грязь какая Крит 8 Да-да Спалился Но ничего страшного Сейчас можно Во-первых Кого-нибудь Порезать Орезать Например Сектоида Вот с этой стороны Там же Я все еще Бонус наношу По Тварям Но опять Ты оставляешь Один хит Ему Ладно Ждем Да Вот это опасно Может вытаскивать Оттравить Вытаскивает Травит Для своих Чужих Два Сектоида Зомбаря Поднимает Кажись Да Ладно Это фигня Пока что Овервотч Понятно 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 Все Хорошо Живем Пока живем Кажись Да Только начинается Яд 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 Это неприятно Есть Run'n'Gun В принципе Можно Вообще Я бы Начал Резать Товарищи Которые Там Зомбарей Понимают Да какой Огонь Выпад Ты что Молнию Делаем Но Надо Убивать Да Поехали А Вот Что-то Я Ну-ка Давай С одного Хорош 13 урона Все Падает Сектоит Падает Зомбарь Тут Дмитрий Михайлов Вроде Как Должен Тоже Можно С Run'n'Gun Побежать Сектоида Убивать Потому что Зомби Вследующий Ход Добегает До нас Да Только А ты Не рассчитал Один момент Давайте Змею Лучше Убивать Потому что У нее ХП Не так Много Из Дробошей Ее Можно Снять Теоретически 77 Давай Ладно Ну Чуть Чуть Да Чуть Трехита Целых Так Можно Сделать Модуль Точечный Да Гренки Нет Здесь Есть Гренка На Семерочку Можно Снайпером Снять Сектоиды Немножко Нанести Урон Змее Можно Было Поставить Быстрое Целеуказание На Халявку Гремли На Лечении Рановато И Протокол Помощи Нужен Димке Михайлову Там Сектоид Еще Один Аркада Пошла Бешеным Так Ты Не можешь Ничего Сделать Да Вообще Ничего Не можешь Сделать Толково Можно Сделать Лечение Лечение Будет Снято Может Может Имеет Смысл Я Не смогу За Ориентацию Нормальную Кинуть И Снайпер Должен Подходить Кидать Грем Убивать Сектоид Сектоидом В Образе В Отличии От Прошлого Раза Не Флангуют Много Народов Все Таки Четырьмя Людьми Довольно Сложно Сразу Десять Человек Как бы Забрать Ориентация Снята Это Опасно Я там Еще Стою Без Ковра Двумя Верхними Это Огромная Проблема Овер Уотч Два Хита Терпим В Замбаре Вроде Не должен Спеть Хотя Могу Ошибаться Распевает Кажись Нима Нима Есть Хорош Протокол Защиты Работает А вот Тут Мега Опасно Все Критуречка Один Хит Остался Измея Еще Объяваться Будет Секто Эдик Нима А Сопротивляйся Ну это ГГшечка Ладно Коротенькая Вторая Часть На этом Заканчивается Спасибо за Внимание Увидимся С вами Уже на Следующей Неделе Да на Этой Получается Уже Начало Первого Лонго Потихонечку Потихонечку Захватывает Внимание Посмотрим Что будет Дальше Все Спокойной ночи Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...